Если есть много денег, можно кого-то приносить в виду. Если нет денег, мы посмотрим, как это было в Советском Союзе. Давайте вспомним нашу советскую родину. Была сначала, вот перед всем этим, кризис экономического, да, была система, в частности, какие-то театры, студии в рамках, вообще, программной организации, да. Ты, по-моему, не с такой же, как с Агентацией. Я не буду. Нет. Ну, в Одессе была студия с Агентства, студия с Агентства. А через пять лет, появилось поколение акционов, через пять лет. Тут возникла перестройка, и эти студия с Агентства, Шташкевича, только назад, и в городе, конечно, интересный театр. Дальше, при полном отсутствии какой-либо поддержки, эти все театры завяли. При, ну, от них требовались, либо самоокупались, либо в лучшем случае, это как маски превратились в инерческие проекты. Ушло, в принципе, от территории искусства на территорию индустрии свободного бизнеса. Да, так далее? Вот. Маски, это, наверное, так. Ну, лучшие свои будут, да? Поэтому, как бы, я думаю, что на пустом месте сделано ничего нельзя. Нужна, вот как в Израиле, очень плохая точка, да? Там каждому дереву, воды много. Каждому дереву, там, действительно, трубочка, которая каждые три минуты подает камеру. Потому что если один раз полить шланг, то вода вся в Израиле кончится, и ничего не будет. Ну, для, нужна вот эта вот система, как бы нам хорошо? Да, это все прекрасно. В том числе, мы занимаемся, как бы нам хорошо. Мы? Слово «мы», да, в страх. Ну, хорошо, мы с тобой рады? Нет. Еще раз. Если мы начинаем говорить. Дайте правду. Дайте правду. Я сейчас закончу, мы с вами. Если мы будем говорить, пока нет денег, ничего не будет. Это как бы не будет. Нет ручек, нет печеница. Мы будем тогда в этой печенике находиться. И мы и такие, и наша жизнь закончится. В этом печальном констатации своего того, чего не так было. И радоваться маме к успеху. Волшебность. Волшебность. Или все-таки дерзать. Вопрос. Ну, глядя себе. Лично я для себя сделал выбор. Дерзать. Другого пути нет. Причем дерзать амбициозно. Потому что опять радоваться своим. Ну, например. Сделать прекрасный, нормальный взгляд на воле. Ну, мне неинтересно просто никак. Ну, просто неинтересно вообще. Точно так же. Мне интересно делать кино на уровне. Лучшее кино. Мне интересно. Сейчас вот мир, нужно говорить с миром на равном языке. Если у нас нет своей школы. Например, театр. Нет своей школы. Нет школы современного наличия. Нет школы на самом деле мультимедийного искусства. Ее нет. Нормального музейного дела. Нет. То есть мы можем говорить тотально про культурную историю. И все это культурную институтскую. Понимаете? Наши страны. Это реакционные. Абсолютно. Такие постные. Зредкие искусства. Как национальный музей. Кстати, Димаша Дороженко, да. Это вот одна из них. Ваня из них. Какие с ним. Которые делают. Центр. Не фильм. Он делает. Центр даже занимается. Вот это, может быть, еще там. Активная простоньяка, которая в Черкассе. Я думаю, что вот еще вроде тюс. Мерцает. Ваня из. И это вот тут вот здесь сидят его представители. Это, пожалуй, три немногие дистинкции. Которые потенциально могут что-то сделать. И каждый из них, я говорю, не говоря, мы находимся в зоне агрессивной, татарной, татарной, слить. Попытаться... Они говорят, послушайте, я с ним говорил, и не так говорят. Я говорю, не я, а не я, а не я, а не я. И я с ней иду. Активная заключается в том, когда мы вчера работали в филармонии, я понимаю, что это агрессивная, хотя это гениальное, вы знаете, но это агрессивная система, где нормальный продакшен невозможен. Это просто начиная от всего. От уровня туалетов, премьера. Как? Да? И... Духать и все. Это просто... Послушайте. Я прошу с собой говорить. А мы решаем федерацию. Я говорю, Агнат Геменчевский. Агнат Геменчевский. Я говорю. Вот он. Вот отецит, который стал кийским продюсером. Вот. Я, может, уже вы не уходите, когда класс закончился, принять связи с нашим. С удовольствием. Вот тут Макс послал, который тоже и реализирует. Но еще и сезон. Да, ладно. Я закончил, пусть закончить вот. Поэтому, мое к вам, просто даже не мне попрыгнуть, попрыгнуть и услышать, прежде всего, другое. Не ожидая, что кто-либо снаружи, но сразу не взять на большие, за нафициозные проекты. Ставка... Ну, я технологию, которую я делаю, забираюсь делать, например, в Киеве. Это ставка на лаборационную проекту. Пока денег здесь нет. И культура, понятно, опять же, может требовать все, что угодно от министерства культуры, но 90% от председателя министерства культуры – это зачищенные издания, которыми он управлять не может. Это содержание всех наших гениальных театров, бумаг, маяния, веревки. Мы не представляем, какие-то деньги туда входят бесконечно. Более того, делать фронтальную атаку – это получаешь угодно прямо вот в отдельном театре. Я уже это испытал, я это понимаю. Поэтому единственный выход на чистую территорию. Чистая территория – это государственная частность партнерства и задача этого проекта. Сейчас есть, на самом деле, такая очень для нас интересная ситуация, потому что такая скрытая и не скрытая инициатива Европы, чтобы проекты, которые связаны с Украиной, они поддерживаются, например, очень и уходные проекты, которые делаются не просто проекты в Украине, так и не интересно, но если делается проект с их режиссёром, с их музыкантом, художником, куратором, которые будут делаться здесь, а потом будут репрезентовываться так, это нужно делать сейчас. Более того, что сейчас имеется в виду вот этот три месяца до студента, чтобы были у вас готовые контрагенты в Украине. Через местные институты, то есть французский центр, французский центр, вы получаете тоже за это поддержку. Основная поддержка будет и с той стороны поддержки тех. Мы сейчас делаем проект с французским институтом, выпустили спектакль «Антигона» с украинскими актёрами, украинские продажи полностью выпущены в Украине, но в следующий год это только по Франции, национальной сцене Франции. Эта промо как бы сразу принимается такая бытовая история. То же самое сейчас готовы. Будет такой же проект с Польшей, будет такой же проект с Британией, будет такой же проект с Швецией. В общем, если мы на своей территории в Одессе начнёте делать новый проект, который образцовывает такими неожиданностями, только локациями и других ещё людей, которые готовы в это войти, вложить своё. Не денег даже, ну хотя бы своё время, да? Только в настоящем бизнес-дураков. Вы сразу откроете другой контекст, культурный и уровень продуктов. То есть опять, качество продакшена в любой области. Организация выставки, организация мусорг, спектакль, концерты. У нас нет специальности, очень мало. Понятия, например, архитектурника, выставочного пространства. У нас даже нет такой специальности, как это сделать. Вот сейчас мы видим экспозицию Саши, она, ну она же не стандартная, она уже выглядит какой-то, это вкусно. И это будет очень много. А там бедность. Завязывание, благословение сцены, покровение сцены. Ну, это, черный, ну, увы, когда есть. Но вообще как это можно? Ну, не знаю. Вчера в том день, в этом спектакле, я могу его поиграть с пространства, построить пространство в геоармонии так, как вы его никогда не видели. И это тоже возможность, как работают с награтией, как работает этот минус продакшен. Этому нужно учиться. И вот это вот, если вы сделаете в Одессе, то, что, как говоришь, культур, не такой же аналог, просто хорошо работать в таком сетевой истории. Эдукейшн, продача, презентейшн-центр в области гуманитарии. Потому что это касается всего. Образование не только в области культуры, да, но вообще в его образовании. Мы начинаем сотрудничать с малой академией на улице. Это такая как бы секретная организация, но ее старт. Один ее задача – это реформа системы образования. Устраивать новую систему образования. И это касается не только гуманитарной сферы, но и культурности. Образовывается школа лимитства, очень интересная по израильской франчизе первая краевская школа лимитства. Это очень интересный проект. Там, кстати, по-моему, шесть или семь детей адреситов участвуют, если я не ошибаюсь. Это будет открытый проект начало сентября. Поэтому, все, я на этом заканчиваю. Если ко мне будут какие-то вопросы технологические вопросы… Вопрос отличный. Ну, давай, только один. Скажите, пожалуйста, у нас в Аттесе, вы говорите, школы нет. А как вы относитесь к музыкальной исполнительности? Кто за Аттесе, которая представлена была в Аттесе? Я училась, я уверен, что как раз… А почему сейчас? Что происходит сейчас? Что происходит сейчас в школе? Я не могу сейчас неприятно решить. Мы же поставили эти вопросы в каждую мировую школу. От мирового публика Вопрос из-за теотеральной школы… Сейчас… Сейчас… Всех. Очень. Конечно, можно, но это спевает. Нет, это не спевает. Как послушать. Можно и отменить, что… Школа исполнительского Это, ну вот, заехал исключительно в хорошем русском языке, но у него желание поехать и устроиться на работу в оркестре у большинства хороших территорий. У меня предложение было перейти в улицу сейчас. Здесь доставка есть. Юра, Юра, я полностью на твоей стороне, мы выйдем с тобой, мы опять с моим мачтем. Давай, там же место ворота. Юра, сейчас Александр, Юра, я сожалею, что вы не читаете. Это наш, одесский, одесский выигрыш. Выигрышный. Добрый день. Мне очень повезло то, что питаться, как я вам сказал, мне не повезло. И я был чемпиозом уехать из Одессы. Это было самое большое маски, которое вы делали. И мне очень повезло потому, что приехав в Киев, я получил неотсадимый опыт рассмотрение своего любимого города и всего этого культурного и социального пространства издалека. Не так далеко, как из Москвы, но очень немного с ним. Добрый день. Армон в детстве и за Москву. Конечно. Конечно, да. Кстати, я уже уже сидел. И, кстати, родился его в основном на Возвольте. И я хочу, и я устраиваюсь, Влад абсолютно правильно все сказал, я устраиваю какие-то вещи просто перевести на Одесский язык. Одесса, если будут какие-то, может быть, обидные вещи, но я стою на свое право, я одессит у всех поколений. И надеюсь, что мне дети тоже останутся одессит у всех поколений. Что вот этот миф об одесской провинциальности оказался никогда не мифом. Одесса, это, к сожалению, тот миф, который оказался лучше, что что-то другое из мифов, оказался не мифом. Одессе не хватает главной вещи. Посмотреть на себя со стороны издалека. И дописать, попробовать, поставить ко всем проектам слово «интернешн». Интернешн. Что такое интернешнл театр? Что такое интернешнл фестиваль? Что такое интернешнл фестиваль? Что такое интернешнл продаж? Я кинопродюсер, да, я снимаю кино. Как-то свое кино снимаю, так помогаю другим снимать кино. Несколько лет назад, когда была большая профессиональная честь, и, естественно, могут выйти в Одессе с Кимбер Бессон. Там целую группу фирмы, перевозчика в Одессе. Они сказали, что у вас очень хорошо в Одессе, но как-то все очень мелко, несистемно и не кинопроизводственно. И тем самым обозначили старую проблему, которую уже 15 лет назад, в частности с Одесской киностудией. Я не буду сейчас на это тоже останавливаться, я скажу, постараюсь. Главное, что пытался власть, Одессе нужен интернациональный. Если мы хотим действительно сделать наше искусство, все наши мифы, современными, перспективными, стратегическими, долгоиграющими, мы должны все это приравнять и адаптировать к современным требованиям того или иного искусства, если об этом мы сегодня говорим. начиная с художественного выставочного и заканчивая большим театрами, вокально-фестивальными кинопроизводствами. И здесь, к сожалению, в своей точке зрения, к сожалению, я плохая новость. Одессе нужны экспаты. Лучше всего, конечно, это будут экспаты, которые какое-то время пожили в Киеве и теперь из Киева приезжают сюда в полуквартале друг от друга, как и в Одессе. Слава Богу. Либо это будут совершенно экспаты, не имеющие отношения к Одессе. не имеющие отношения к Одессе, как Влад Роз. Либо это вообще не будет иметь экспаты, которые вообще термачи и иностранцы их вынесут сюда для того, чтобы этого прекрасного человека, Одессу, которая к ним входит, превосходит, и всем пытается рассказать, что она такая, я так хожу. Нет, это все нужно исправить. И я вас очень прошу, давайте перестанем говорить о наследии прошлого. Моя бабушка, Фаня Абрауна Кремичукина, училась в Сострахо на одном курсе. Она не закончила консерваторию, потому что изменение было в деле, где она жили в платье, чтобы пойти на выпуск в дом. Даниль стал большим музыкантом, она играла с единственной техникой, которая в кинотеатре. Мы все это прекрасно знаем. Остановите. Это все было очень хорошо. Мы все это повесим правочки, мы будем использовать это все. Давайте подумаем, дальше что? Давайте подумаем, что мы будем делать дальше. Не с Сострахом, при всем уважении, не со Столярским, не с кем. Мы не пойдем в будущее. Мы в будущее пойдем только с теми, кто сегодня уже опять становится, ну, в прошлом поколении. Только с ними. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. У меня есть знакомый, мой друг, который младше меня на 25. Да? Это одесский криптизист такой. Называется Эдл 315. Так вот, когда я с ним познакомился, он даже не знал, кто такой Баскеа. Он просто на стенках рисовал и наказывал района. Законный младший с музеем современного искусства, язык по миру, и знает мировое искусство и наследие, и в том числе и лес кружков. Это призыв. И мой личный процесс. Мое личное мнение сегодня. Мы должны обозначить и поставить выборные точки в будущее. И только потом умными головами подумать, как их связать назад. Я расскажу, как связать, как сделать так, чтобы узнали о рикторе или обойспахе все. Когда мы встанем на места, мы снимем боёбик. О бойспахе. Так вот снимает наш враг, Россия, который любой культурологический факт сразу фиксирует боёбиком. Перевожу на русский. Боёбик – это телевизионный сериал, сказка по мотивам какой-либо биографии. Обо всем мы там знаем. Или фильм. Или фильм. Или фильм. Это опасное русское. Стоп. Мы сейчас говорим не о русских фейках, но это даже не будет. Мы сейчас… Оно… Секундочку. Давайте… Я сейчас… Секундочку. Мы сейчас говорим об инструментариях. И, погодите, говорят так. Вам надо шашечки или ехать? Если нам сегодня нужны шашечки, обозначить, хотеть везде поставить памятные доски, мы это всё решим. То нам нужно ехать туда. Потому что пять лет тому назад, когда была тут впервые принёжена идея о «Леди звёзды», где нужно было там делать сорок звёздов, из которых тридцать будет иностранство, которые нужно было пригласить Спилберга со Сталонна и сделать этого медийный, невероятный, вселенского разбира, информационный фаб, их поставили пять. А когда Киру Георгиевну, извините, забыли оттуда увезти, то в газете написали, что забыли увезти Анну Ахмаду. Спасибо, что не ответили. Это же был у вас. Понимаете? Это Секундочку. Я уступил в его встрече в Северных 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 Северных. Так вот. Ну, давайте мы сейчас поставим эту газету, как в Балжерон. Я… Боян Бояночка свищает, где же опублика, я думаю, что она действительно правильная планета. Это единственная важная техника. В культурный сегмент, в культурной индустрии Одессы нужно вносить современные методологии. Современные… Попсовые. В том числе и попсовые. Современные технологии, которые работают независимо от того, что на этих технологиях делать. Будь это молодежные фестивали, будет ли это академическое искусство, будет ли это джанр-фестиваль, или фестиваль в классическом узле, и чего угодно. Есть один прекрасный пример, о том, что поделился. Когда один этот человек, когда поднимал Торонто, 20 лет тому назад, он импортировал туда лучшие современные культурологические предприятия. Он проехался по миру и подписал в сети крупнейшие фестивали, джазовые, классические, киношки. И они включили в свою дорожную тарту город Торонто. Сегодня Торонто, уже в 20-30 раз это культурная столица, не только Канады, а по большому счету Северной Америки, если говорить об этом. Значит, нужно делать программы, и переводить сюда в Одессу, не только местные фестивали, но фестивали мирового уровня, включайте все тупы. Будет густок, пусть будет густок, будет мантрё, пусть будет мантрё. Спасибо, Армур. Я, не знаю, я, не знаю, я знаю. Я знаю, я знаю, я знаю, еще на Падоле, есть у нас один студент, который вы не знаете, а это Алексей Красов, он тоже в Падоле. В общем, Красов, он в последней его работе, да, в Падоле, в Падоле, в Падоле, в Падоле, в Падоле, до этого, он не авиастит, он, без чеха красот, переехал в Москву, из Москвы, репатриировался в Киев. То есть, какой-то вот путь, похожий на, вот, вот, у нас одно, может быть, взгляд со стороны, Падоле, ну, я согласен, в первую очередь, что я сейчас уже говорил, нужно себе задавать очень правильную плану. Если агентство претендует на какую-то роль, эта роль должна быть глобальной, можно найти свое позиционирование именно на глобальном, не побоюсь, уголословой рынке. Потому что, когда мы говорим о другом проектах, мы говорим о привлечении либо дроновского финансирования, либо инвестиций. Но субъекта, который мог бы эти инвестиции правильно получить, и правильно обслуживать, нет уже. И вот кризис, институциональный кризис, отсутствие такого субъекта, это не вопрос на отсутствие наличие денег. Эти деньги есть, они лежат. Нет структуры, которая пойдет и правильно эти деньги возьмут. Готовы давать структурные фонды, готовы давать структурные фонды, они готовы гарантировать, они готовы выделять на регион до 50 миллионов долларов, субъекты. Нет ни одной институции, которая может правильно эти деньги взять. И это проблема здесь, это проблема субъектности, и проблема институции. У нас социальный кризис, потому что у нас вроде бы есть усилия, вроде бы есть фонд, но мы должны этим заниматься, вроде бы даже есть министерство культуры. Правильно? Ладно, прочисти, но у нас, к сожалению, нет субъекта, в действительности, рабочего, это номинальная структура. Это структура с более-менее заполненным объемом, но не до конца. Там нету, в первую очередь, менеджмента, который в состоянии правильно опормить заявку, отчитаться, правильно сложить проекты и привлечь партнеров. И когда оно говорит о том, что сюда нужно звать эксплуатом, да, необходим трафик компетенции, которых здесь нет. И создавать. Нет. Нет. Извините, были, вы получили, пошли, вы говорите о том, что нет ресурсов, чтобы что-то создавать, он есть. Идите и возьмите. Почему получают все города? Почему получают Канаду? Почему получают Австралию? Почему сейчас Польша получает? Потому что там более, более процессы получают. Там есть, там есть, там есть формированные запросы компетенции и транспорт компетенции. Не пригласили урана, а не пригласили менеджеров, которые организовали этот процесс. Мне кажется, что основная проблема в этом. Невозможно. источник этого приказа. Вы понимаете, вы комплязы, донори, не читаете. И являющие доски, вы, при этом, при этом, при этом тоже не читаете. И это не вопрос, что кто-то так, готов давать какие-то кредиты, а не просто готовы давать. Но они говорят, покажите нам судеб, чтобы ответить за это. Вот, на самом деле, точно, и есть, послушайте, потому что, это будет сейчас, которые были, тоже будут на камере, которые были в Киеве и все. Поэтому, сейчас, мы будем, мы будем, мы будем, именно так. То есть, государство, собственно, государство, не ехали на дорогу, с той стороны, потому что, понятно, некометентность была у нас, а с другой стороны, и, даже, которые нам, родители, они все в другом, другом, и, поэтому, сейчас, мы будем, выставить гарантию, которая отдает, вот, доверительное управление, какое-то реальное пространство. И, тогда, разрабатывается, и, ну, это тоже, насчет, насчет, государственного общества, немецкая, государственного общества, немецкая, государственного общества, начало, но, то, что вы говорили, действительно, не так, друзья, просто те люди, которые могут, квалифицированно, работать, международно, для, они, сейчас, мы, мы работаем, чтобы привлечь, или топ-менеджеров, из бизнеса, которые могут, говорить на одном языке, с миром. к сожалению, в нашей группе, в нашей группе, в нашей группе, комитетные, и, в культуре, 50-х, на Украине, боимся, которые могут, на разных, в нашей группе, в нашей группе, в нашей группе, что нам поступали, для запутован, украины, ни одна дырка, ни один, с двух фонов, в этом году, нам не приняли. Было огромное доверие между государством, между фондом и прочее, которое выставляли уважаемым, не мы, он и счастливый. И тогда были световые какие-то годы, которые я сейчас вспоминаю, с большой, как будто это было и из нас, правда, правильно спрашиваю. Я хочу сказать, что все, что было для наших коллег, реализовало Алексей Борисович. Алексей Борисович, мой парень, и моего участия, участия небольшой группы Кузей, задумал этот фестиваль. Мы на моменте такого ужаса, такого обмана, его так кидали, его так бросали. Он оставался в последний день, все рушилось, и вот его упорство пианиста, настоящего музыканта, который пятьсот раз сыграл культурские вариации, при этом остался романчик, человек, который прекрасно, мой мужицкий швейцарист, поднял неподъемную глыбу, и нет ни одного бухгалтера, что ли, нет ни одного администратора, ни одного роб-менеджера, есть веночка, он и мы, брешние несколько человек. Венгарнике и у кого отношение, давайте вспомним Алексея Борисовичу. Тут как пчелок. СМЕХ 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 Если вы желающие в город, не изглевая личных трагедий, вступить в эту дискуссию по дилетам в полторы минуты и два, я решил, что вас интересовало. Поднимайтесь, подавайте себя. Коротко говорите о том. Можно я тебе еще раз рассказать о Александре Пролитарской? За кого угодно, проси. Пролитарской по-темине? Да! Это про Сахир. Это про Сахир. Здравствуйте, Александр Пролитарский. Я был эксперимент, мундспикер Влада и Саша. Пару недель назад был День Европы в центре города, буквально возле фонтана. И там, значит, было зрителей, наверное, раз в десять меньше, чем предполагалось. Все сидели, думали о какой-то Европе или бесплатном вводе хуяльник. На сцене... На сцене... Да, да, да. И на сцене что-то говорили. Саша говорил, что много интересных людей. Но людям было всем вокруг это вообще неинтересно. Это неинтересно было ни Европы, ни эти флажки, все это было неочемно. Сегодня я пришел как раз на словах Саше, когда он говорил про депрессивную среду спальных районов. Я вот только что стоял возле этой базы, подошел какой-то депрессивный старый человек и сказал, снимаю экзамен и начать отсюда удалить. Вот эта депрессивная среда спальных районов, она здесь, вот среди нас. Вот среди каких-то непонятных старых людей, которые в грубой форме, тыкая, из-за того, что я там фотографирую, это не личная обида. Это просто не Европа, это не то, что мы говорили вот там, что мы слышали. А вопрос, когда говорили только что о всех институциях, просто абстрактно, пару дней назад мы с товарищами задумались сделать фестиваль. Пришли там в Google попросить просто место под рекламу, чтобы все было на своих инициативах. Фестиваль современной независимой музыки украинской, настоящей, которую можно вывести в Польшу. Очень правильно говорил глава относительно всех институций. Я недавно был во Врославе, в Институт Адама Бицкевича, делая Врослав культурной столице Европы 2016 года. И они ведут три интересные группы в октябре. Я никуда в этом городе идти не буду, я пришел к своим друзьям и буду делать при партнерстве Института Адама Бицкевича, при партнерстве польского института в подвале в Одессе интересные польские группы. Потому что никого просить в этом убогом городе, где тебя тыкнут за то, что ты пришел вас видеть и фотографировать, я не буду. Я же красиво известен. Следующий. Прошу вас, ребята. Господа, вот там, вот так интересно. Пожалуйста, вы и представьтесь. Вы, пожалуйста, вы, пожалуйста, вы. Вы, пожалуйста, вы, пожалуйста, вы, пожалуйста. Вы, пожалуйста. У меня зовут Ольгин Витро. У нас много говорилось еще о том, что делать в нашем городе. Вы говорите. Мы глубокое убеждение, что наш город, в первую очередь, это торговый. В город сюда приезжали греки, китайцы, евреи и все остальные украинские национальности, которые живут в городе Одессе. Я считаю, что там будет торговля, должен быть рынок какой-то, и для того, чтобы этот рынок организовать до ясного момента, да, будет до сих пор там продукция. Картинки продают, между прочим, из Китая, с этой продукцией такие, по 300 миль, не знаю, сколько. Пока не будет рынка, ничего не будет. Из-за того, чтобы был рынок, значит, надо его организовать и вырос этот рынок. Из-за того, чтобы этот рынок вырос, надо от молодых художников возможность себя где-то реализовывать. А то и какие-то примеры. Начали накладывать. Вот так же должны быть еще другие какие-то проекты. Сделайте, пожалуйста, какой-то аукцион, сделайте, когда нам 50 гривен, по 100 гривен. Как-то растите этого зрителя, который будет ходить и сюда, и сюда, и везде, музыкальное какое-то. А вот такие там запросные собрания, они к чему не приводят, на самом деле. В общем, ребята выступали, действительно, мир уходит вперед. Он стал интернайшн огромным. Мы не сидим в Одессе. Мы ездим по всему миру, он начинает кругозор. Спасибо. Откровенно говоря, я серьезно готовился к разговору о спектаке Троицке, о какой-то конструкции принес. Здесь все-таки вам глаза забирают, но будем тебе мешать. Я только одну цитату из проката «Искусство военного». Судницист сказал, идеальная победа достигает… Идеальная победа – это подчинение другим государством дипломатическим лицом. Никаких агрессивных, никаких здоровых, никаких агрессивных, никаких агрессивных людей. Вот то, что преподает у вас. Огромная Европа, огромный мир. И сегодня, конечно, склонны. Делайте предложения. Соблазняйтесь со всем чаром. Идеями, блеском глаз, энергетикой. В конце концов составьте бизнес-кланы, творческие кланы, переведите их на английский язык. Это действует, поверьте мне. Если мы уже сегодня… Если больше нет, просто мы желаем. Понимаете? Я очень… А, конечно, только… Ну, да, просто идите, если бы когда… И по-моему идите сразу, кто еще хочет. А мы еще три человека решаем. Пожалуйста. А если вот с Волковой Академии, нам рассказывает, что это не только количество людей. Что делать? Конечно. С Волковой Академии, мы понимаем, как только совместный проект. Это хорошо, замечательно. А также, для музея. У меня было… Я была… Возносятся, что-то в Волковой Академии. Я немного знаю, как они в городе. Хотела рассказать о том, как совместный проект с музеем цивилизации в Волковой Академии. Который звал этот музей. И город стали… В столице Европы. В 2014 году. Куратор из Савони, из Парижа, Францис Фонд предложил выставку «Путей Одессы» с Аминским. То есть, по Волковой Академии, снятиями Одессы и Марселя. Проект готовился в протяжении трех лет. Ну, как такие проекты делаются? Обычно выглазь переписка, подбор экспонатов. Я примеру, работаю. Подбор экспонатов, переписка между музеями Одессы. Не было переписки между музеями Одессы. Извините, пожалуйста. Пишите. Но это же не так. Вот с этого и надо начинать. Не было переписки между музеями Одессы. А городская власть выделила музеи, которые будут переписываться. Это немножко другая структура. А что вы считаете, это правда? Какие фотографы музеи? Нет. Нет. Им дали список музеев, которые были неполно, неполно раздавлены. Это был не вот так, извините. Да. Извиняю, но очень надо перебивать, пожалуйста. Потому что он был в поймоке, давайте пересидеть. Ну, да. Все выяснилось. Ну, здравствуй, это исторический аспект. Смерть для песни. Нет. Часть этой выставки все-таки состоялась в году в годах проекта. Вот Александр Семеневна служит музея Одессы, что он участвовал в этом проекте. Проект этой выставки выяснилось. Так вот, выставка обопала. Выставка должна была открыться в октябре 14-го года, или про января 15-го года. Это произошло в одну историю. То есть, но, но. Смотрите. Вы даже немножко перебезли на эти институты. Потому что, наверное, слышал кто-то про историю с северским золомом. То есть, трех музеях Крыма были взяты экспонали, то есть, музей Палаты Кисли, вот сказали. В Палате 10-го года Палаты сказали, пусть они на у нас. Теперь вы служите. Для начала, чтобы выставили музеи, которые украинцы, стали будьте служить. По закону Крыма, экспонали, принадлежащие музейные коллекции Украины, принадлежат государство Украины. Если бы это была такая странная инвекция, как я отвечала, мне не нужно было. Вопросов бы не было. Насколько бы не было. Взяли, извините. Скажите, пожалуйста. Извините, ради Бога. Причите мотив на выборах. У вас вопрос, кем вы хотите рассказать? Нет. Вы рассказали, мы понимаем, не все чувствуем. Так что вы хотите сейчас? Мы не можем обсуждать, что по каждому проекту уже исчезло это внимание. Вы слышали буквально серьезное предложение. Если у вас есть ответы, вот идите к вам, если он вам уделит 15 минут, не будет благодарен. Друзьяны, кто еще там? Так, пожалуйста, я иду. Еще одно число. Посидите, можете поговорить. На ИФСИ, динозврата Наталья Шмиль, я в Афрессии, выключила... Я приеду, а вы доставали. И вот, что я буду сказать? Что я хочу сказать? Вот жанруння, там, одесские аксакалы мистерства, так? Усі її групповали до вас, но слушайте молодых, вы думали, бой, бой нахроматич, бой, у нас там фонд отходжения, жут на гривень, на гривень не пропало, все чудово. Но сейчас все... Вот молодец, вот он, вот он, вот этот фестиваль, он один, он уникальный. Хлопцы, про что говорят? Есть, конечно, про что говорят? Это уже не чудо, это просто технология. Вот просто больше добиться молодых, да? Они не объектировали, они просто те, что они сделали, то и они дальше. Это просто технология, которую надо делать. Это уже не чудо. и вот, действительно, я готовлю на ваше місто, думаю, очень удобно, я до ваших предъектов, и благодарю вам очень много проектов, рівня инфляция. Так, а я вам на предъекте, женщины, молодые, кто-то, 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 что-то, кто-то. И, кто-то, 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 это. Как-то, это это, они, у нас, все все. Они, они, мая, нужны, Вот это мы в таком положении, как вы все понимаете, при всем моем уважении, дам и любви, понимаете, кто-то на свечи, надо просить и все-таки вас спокойно, с любовью, с любовью, с любовью, с таким комплексом, если-то комплексом не бывает. Помогите их потерять. Дело в том, что мы исправимся со всеми людьми, и подбиваем кальпиново, и отец, и музыканты, и отец, и ученицы, мы все справимся, мы просто доверительно с вами советуемся, просите, но ни минуты желания с протянутой рукой, но мы слушаем общую инструкцию, потому что нужно слушать его, и молодой молодой, я же молодой душой. Заключили? Спасибо. 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 Спасибо.